Привет, друзья! Меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции. А вчера вот такую же бы я мог бы, она была в наличии в Анталии, и я мог бы ее взять. Ну, вот уже как бы странно. Вот этот же самый предмет я вчера купил по... Вот пока мы ходили, встретили наших соотечественников. Сейчас попробуем выяснить, что они здесь приобретают. Я нахожусь в Алане, возле магазина Кочташ. И пришел сюда не один, пришел с своим другом и счастливым покупателем недвижимости в Алане. Теперь мы подбираем ему, помимо всего остального, еще маленькие детали, но он уже, в принципе, сам поднаторел и знает не поднаслышки, что и где, и как продается. Поэтому давайте походим с ним, понаблюдаем, что Кирилл будет приобретать. Это Кирилл. Здравствуй. Здравствуй, ты еще раз. Кирилл, я тебе уже представил своим зрителям, друзьям. Скажи, пожалуйста, что мы сегодня здесь будем смотреть, приобретать? И вообще, какими интересными вещами-то могу поделиться с моими зрителями? Ну, собственно, Кочташ – это магазин наподобие нашинских Леруа Мерленов и Косторам. Может быть, чуть-чуть поменьше, но это, возможно, аланийский вариант его. Хотя вот я вчера в Анталии был в Кочташе, и там он достаточно огромный. Собственно, здесь можно купить инструмент, все там какие-то, ну, все то же самое приблизительно, что в наших Леруа Мерленах. В данный момент я хочу докупить себе еще один коврик, если он здесь есть в наличии, потому что я вчера в Анталии себе один такой взял. Хорошо, ну что, тогда будем за тобой наблюдать, если можно, и пойдем посмотрим, что там внутри. Дело электрики. Вот такая лампа 99 лир, то есть почти 100, стоила она 139. Очень много всяких акций. Кирилл из Москвы приехал и приобрел здесь недвижимость. Поэтому вот сейчас будем у тебя все спрашивать, что, сколько стоит. Ну, некоторые вещи мне показали здесь дорогими. Мне кажется, Леруа Мерлен немножко подешевле в плане. Хотя я могу ошибаться. Вот мангал почти 200 лир. Такого посерьезнее. 699, 999, 9, ну, короче, 1000 лир такое вот мангалище. 699 лир такой на колесиках. Такая мангальная история. 1000 почти 500. Такой вот добротный мангальный шкаф. Лир за 20 вот этот вот ящик одноразовый. Вот. Вообще маленький. Но зато вытащили, раз и все. Светильники, какие хочешь. Вон, 349, 169, 299. Вот такая вот люстрочка. 79,9, 80 лир. Такой диск стоит 169 лир. Ну, и такие совсем уж простенькие. Вон, 100 лир. Я себе вот такую люстру приобрел. Ее можно также приобрести. То есть они закончились. Здесь это образец какого-выставочный остался. Вот они его не продают. Но мне милая девушка, работница магазина, оформила через интернет заказ. И правда долгая доставка достаточно. Где-то там в течение 10-12 дней они привезут мне ее прямо домой. Ну, здесь дополнительно за доставку они возьмут 15 лир. То есть 349 лир и 15 лир. А вчера вот такую же бы я могла, она была в наличии в Анталии. Я мог бы ее взять. Ну, вот уже как бы так получилось. Ну, электрические всевозможные фонарики. 100 или 129 лир, сейчас 100 лир. 89 лир. Бачки тоже квадратные, круглые, какие хотите. Здесь вот тачки, на которых обычно ходят, с которыми ходят в магазин за покупками на рынок. Вот, 2000 лир, вот такая вот кухня в сборе. А по отдельности вон, 289 лир вытяжка. И шкаф 639 лир. 649 лир. Шкаф, все это вместе в сборе, 2669 лир. Жаровая поверхность, 1299 лир с вытяжкой. Кухонный набор, 1149 лир. 2899 лир. Чайник, 369, вот такой вот чайник. Это турецкий вариант, сюда наливается кипяток. Сюда заваривать можно. Или потом на пару он держится. Тостерница, 200 лир, 149 лир, 219 лир, 199 лир, 109 лир. Такая жаровая. Есть пылесосы, 164 лиры, 179 лиры, 239 лиры, 129 лиры. Была скидка, 279 лиры, сейчас 224 лиры. Вот вытяжка вместе с плитой газовой. 2249 лир. Это 1149 лиры. 2449 лиры. Такая вот бэка, это турецкая фирма, считается хорошая. 2599 лиры. Большое количество таких полотенцев. Кстати, полотенце, чтобы вы знали, вот такое вот полотенце стоит 37 лир. Мебель 2300 лир, такой вот замечательный гарнитур. Простенький, но со вкусом. 569 лиры, 629 лиры, 719 лиры, 1249 лиры, 1600 лиры. Такой вот стол. Вот такое вот кресло, 800 лир. То есть, можно на нем геймерскими штучками заниматься, сидеть, играть. Вон ходят работники. И работники нами делают замечание, что нельзя снимать. Можно. Вот, пожалуйста, еще очередной работник, что-то там проверяет. Вот такой как раз я... 229 лир купил. Вот такой вот комплект. Странно. Вот это же самый предмет, я вчера купил по 199 лир. Сегодня у него уже немножко другая акция. Сегодня он уже 270 лир. Вот, да, это вот именно то, что я купил вчера. Вот такие вот у товара за 99. В смысле за 199. Акция кончилась. Акция, видать, закончилась. Только 26 лир. 27? Да, 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 да. А в магазине, где все зафиксировано на одной цене, сколько стоит? 5 лир. 5 лир. Как мы любим. Да, как мы любим. То есть, сэкономить можно, как вы понимаете, очень даже серьезно. Так, ну тут всякая фурнитура, дверные ручки, 61 лира, 42 вижу. Ну, я думаю, что такие тонкости вам могут... К примеру, замок, я здесь у меня сломался замок. Так, покажи. Вот он. Что-то где-то вот-вот. От 29 до 34 лир. Так, сейфы. Ну, это уже другая история. 1399, 1299, 1100 почти, 959, и совсем маленькие 749. Здесь, вот, кстати, можете обратить внимание, как люди сейчас зимой у нас тут ходят. Видишь? Видите? И не холодные. Вот так вот. Ну, тут всякие краски, 12 лир, порошки. Я, честно говоря, сейчас не буду на них останавливаться, потому что это узкоспецифично, но самое главное, что здесь огромный выбор. Вы приходите и можете сразу в одном месте найти все, что вам нужно. Кочтаж, это сеть магазинов по всей Турции, и они есть практически в каждом городе и пользуются популярностью. Вот. Инструменты. Ну, такие самые бытовые. Вот. Молотки 69 лир, 74. Резаки около 8 лир и выше. Что еще тут? Ты что-нибудь отсюда покупал? Нет, я покупал на оптовке за 2 лиры резак точно такой же, который, в общем-то, ничуть не хуже. Так что, перед выбором обязательно посетите несколько магазинов. Здесь плюс то, что выбор большой, минус то, что цены не дешевые. Ключ 10 на 11, достаточно популярный. 17 лир стоит. Здесь ключи не дешевые, равно как и всевозможные инструменты. Он плоскогубцы 50 лир, отвертка 12 лир, попроще 9, точнее поменьше. У нас вот этот вот бренд продается то ли в Леруа Мерлин, то ли в Касторами, по-моему, и стоит там это, по-моему, значительно, ну, не значительно, но дешевле, точнее. А вот здесь, смотрите, такие есть замечательные ковролины, стоят 169,90. Вот пока мы ходили, встретили наших соотечественников, сейчас попробуем выяснить, что они здесь приобретают. Что вы приобретаете? Здравствуйте. Здравствуйте. Мы приобретаем свои квартиры, нам нужен ковер. Ну, и так по мелочке смотрим. Очень приятная комната. Вы здесь приобрели квартиру, теперь живет, да? Откуда приехали? Челябинск. Челябинск. Как вам здесь звало? Ну, нам очень нравится. Может, посоветуйте какие-нибудь еще магазины, где вы еще делали закупки? Ну, вы знаете, вот сколько мы уже смотрим, вот здесь вот, как бы, самые такие оптимальные цены. Как вас зовут? Светлана. Светлана, очень приятно. Удачи вам, и хороших покупок. Хорошего. До свидания. До свидания. Вот видите, здесь, походив, можно получить еще массу полезной информации, которая вам поможет выбрать тот или иной предмет. Вот, например, Кирилл уже что-то тут присмотрел, что-то присмотрел. Я пытаюсь найти такой же коврик, как я купил вчера в Анталии, но что-то не могу понять. Нашли? Сколько это стоит? Это 59 дир стоит. Ну, здесь, в отличие от Анталии, если они были выложены на центральный проход и большой ценник стоял, то здесь они где-то на верхних полках лежали, и пришлось именно спрашивать продавца, чтобы он притащил лестницу, достал оттуда и учил мне ее. Вот, если бы я не знал, что такое есть, то, естественно, я бы без него ушел. Вот, теперь с помощью телефона мы говорим код и, в принципе, все, покупка сделана. Какие советы, выводы? Выводы простые, надо иметь побольше информации. Друзья, спасибо большое за то, что досмотрели этот обзор магазина Кочташ, который находится в Алане. Ссылка на местонахождение будет в описании к этому видео. Есть у меня каталог недвижимости, если вас интересует, тоже проходите. Ну и ставьте лайки или дизлайки. В любом случае, очень хотелось бы услышать от вас обратную связь. Спасибо еще раз Кириллу. Спасибо всем вам и хороших вам выходных, будней и вообще всего, что вы будете делать. Я желаю, чтобы оно у вас получалось на все 150 тысяч процентов. Дим, дон, дим. Ассалямы, гайдоги, люгиле. До новых встреча, друзья. Пока! Привет, друзья! Для меня она ведение. Она уже работает, да? Да, она работает.